Привет, друзья! Сегодня я буду показывать мейкап, визаж с помощью вот этих теней. Это тени от Patmograph. Я вам показываю сейчас все продукты, которыми мы будем сегодня пользоваться. И я сейчас покажу, конечно же, какие именно эти тени. Вуаля! Вот эти тени мы будем сегодня использовать. Вот эта вот палетка, она одна из самых красивых палеток. Я покупала в Америке. Смотрите. Если кому-то интересно, обязательно купите. Привет еще раз, мои дорогие подписчики! Сегодня мы делаем мейкап, как я уже сказала, с помощью теней Patmograph. Но прежде всего мы нанесем вот такой вот увлажняющий крем от MAC. Большое количество его не надо. Я все делаю пальцем. Мы берем наше тональное средство. Это у нас... Я совсем немного использую тонального крема. Я не очень люблю. Меня немножко ругают мои подписчики, что долгое видео. Но мне нравится, если я снимаю видео, мне нравится подробный его рассказ. Нанесли. Как всегда, я как и говорила, я наношу все пальчиком. Можно использовать кисть. Вот такую кисть. Я ее не пользуюсь для того, чтобы наносить тональный крем. Во-первых, уходит больше средства. Я использую палец. И я контролирую нажим. Мы нанесли тональное средство. Теперь мы берем наш консилер. Вот такой от L'Oreal. Очень тоже плотный. Консилер мы наносим точечно. Наношу носогубку. Вот сюда. И я вам сейчас покажу, как я ее сделаю так, чтобы вы все время улыбались. Все берем и притаптываем кверху. Еще у меня очень глубоко посажены глаза. Для этого мы берем вот такую кисть и начинаем тоже притаптывать. Теперь мы берем наш спонж. Я уже его предварительно смочила и вытерла полотенцем. То есть он у меня уже влажен. Теперь мы убираем все остатки нашего тонального средства и консилера. Вот таким вот движением. То есть если вы где-то не размазали, у вас спонж все заберет. Наши партмограф. Я показываю еще раз. Очень красивые тени. И начинаем. Теперь мы берем вот такую кисть. Она, видите, такая пушистенькая. Я беру вот эти белые тени и накладываю. Итак, этой же кистью мы берем. И вот чуть-чуть розоватые тени я хочу добавить. Вот сюда. Вот таким вот образом. Сегодня секрет я хотела с самого начала сказать, но думаю сейчас будет самое время. Я буду использовать зеленые тени. Вот такие вот темно-зеленые. Но под эти тени лучше всего использовать карандаш. Тогда они лягут еще красивее. Я буду их накладывать совершенно немножко. Но я вам сейчас это все покажу. Вот такой вот карандаш. Провок. Наш провок. Карандаш. Вот такой вот зеленый карандаш. Вот он прям вот такого. Совсем немного. Вот так вот. Куда мы будем накладывать наши тени. Тогда у нас очень хорошо лягут эти тени. Вот так. Совсем немножечко. Такую небольшую, как стрелочку. А растушевывать мы уже будем тенями. Вот. И сейчас я добавлю немного еще в наши опять паспадра. Для этого мы берем вот такую кисть. Тоская. Видите? Она будет очень удобная для того, чтобы нанести эти тени. Мы берем нашу зеленую тень. Они таки отсвечивают. Они очень красивые. Вот таким вот образом. Совсем немножко мы берем продукты. Я прям только задеваю. Прям только задеваю. Так, я нанесла нашу пасмограф. И мне немножко не хватает в уголках глаза. Я бы еще бы хотела чуть-чуть посветлее. Вот такие вот тени есть у меня от Пупа. Они такие, знаете, очень-очень пигментированные. Вот такие беленькие тени. Вот такой вот аппликатор я беру. И прям в уголки глаза, буквально прям вот капельку задеваю. Прям совсем чуть-чуть. Этим самым я увеличила свои глаза. Видите? Сейчас мы приступаем к нашим бровкам. Для бровей мне понадобится вот такой вот карандаш от Кико. Он очень-очень светлый. Но так как у меня очень светлые брови, я делаю сначала, провожу линию очень тонко, чтобы просто для себя видеть, что я буду рисовать. И начинаем прорисовывать. Так, то есть совсем-совсем-совсем. Вот прям вот. Все. Практически невидная линия. Я не люблю очень яркие брови. Вот. Это все, что я сделала. Вот. Теперь у меня есть вот такой вот, как я не знаю, фломастер от NYX. Очень тонкий. Вот такой. И я буду прорисовывать наши брови. Если кто-то смотрит мой канал, он видел шортсы, как моя дочь делает брови. То есть вы можете понять, что я имею в виду. Мои брови будут выглядеть идеально, потому что я их прорисую волосками. Начинаем. Рисуем нашу вторую бровь. Всегда начинаем рисовать с конца. Вот такая вот пудра у меня есть от Kat Von D. Вот такая. Я сильно пудрой не пользуюсь. Вот такая вот кисточка веерочком. Вот такая вот есть. Но для того, чтобы убрать остатки теней, я хотела бы вам показать, как это можно сделать. Вот так. Чтобы ничего не подтирать, вот совсем чуть-чуть стряхиваем. Совсем прям чуть-чуть. Это прозрачная пудра. Но она уберет остатки теней. Подправит наш макияж. Вот так. Можно чуть-чуть положить на вейки, чтобы не отпечатывалась ваша тушь. Вот так. Но совсем, вот прям вот совсем не видно. Посмотрите. Теперь мы будем делать наш контуринг и румяна. У меня Urban Decay. Вот такая вот палеточка. Для этого нам понадобится вот такая вот кисть. Вот. Смотрим. Я для того, чтобы взять контуринг, я возьму только этот цвет. И контуринг у нас будет вот так. Смотрим. Начинаем всегда от виска, чтобы у нас не сильно много было продукта на щеке. Почему я делаю так высоко? Потому что, опять же, брыльи, чтобы не были сильно низко, вот здесь ни в коем случае не делайте. Иначе ваше лицо поползет вниз. Чуть-чуть контуринга можно добавить на веко. У кого такое же веко, как у меня, высокое? Вот так. Чуть-чуть на лоб заужаем наше лицо. Немножко добавим сюда, чтобы, опять же, приподнять наше лицо. Совсем немного. Теперь этой же кистью мы пошли к румянам. Я румяна возьму вместе с хайлайтером. То есть, у нас будет не сильно ярко, но такой персиковый оттенок введем к нашему носу. Совсем немного. У меня сегодня будет фотосъемка, поэтому я делаю немножко так, чтобы было видно на фотографиях румяна. Опять же, вот вы видите, очень аккуратно, очень аккуратно, не перебарщиваем. перебарщиваем. Ни в коем случае не перебарщиваем. На вечер это хорошо, но не нужно перебарщивать. Всего понемножку. Берем чуть-чуть, вот из середины хайлайтера, для того, чтобы освежить наше лицо. Вот так вот. Если хотите, берите пальчиком и можете положить на кончик носа. Совсем чуть-чуть. Тушь. Приятная у ней кисточка вот такая. Начинаем красить наши реснички. Совсем чуть-чуть. Так, чтобы только подчеркнуть наш глазик. Так, у нас уже подходит к концу наш макияж. Я беру карандаш от Кико и буду подводить свои губки. Опять же, я не очень люблю яркие цвета. Вот так, аккуратненько. У Кико это бюджетная косметика. Я мало ею пользуюсь, но у меня есть кое-какие продукты, они мне нравятся. Видите? Только чуть-чуть придали оттеночек нашим губам. Вот. И теперь я беру вот такой блеск. У меня есть вот прям вот он вот такого цвета. Он практически бесцветный. Он с эффектом такого ментола. Блестящий. Это самое то. Вы будете смотреться дорого, достойно и шикарно. Берем наш блеск. И прям совсем чуть-чуть. Просто, чтобы подчеркнуть наши губки. Вот так. Все. Видите, как красиво губки получились. Вот. Ну и сейчас последний, последний штрих к нашему макияжу. Это мы берем наши, опять, Патмагра. Вот я вам еще раз показываю, как они переливаются. Берем наш пальчик, безымянный. Вот эти тени. И аккуратно, только притаптывая, накладывая на наше веко. Вот только на серединочку. Вот. Если вы возьмете кисть, у вас так не лягут тени. А с помощью пальчика вы ничего не размажете. Вы практически скопируете то, что лежит в палетке. Вот. Для фотографии, чтобы это было ярко. Вот так вот получается. Видите? Все светится. Все шикарно. Все, как я люблю. Но при этом не вызываешь. Снимаем наши вигуди. Так, друзья, вот что получилось с волосами и весь майкап. Спасибо вам, что вы посмотрели. Спасибо, что вы пишете мне. Буду очень вам признательна. Если вы обязательно мне напишите свои комментарии, понравился ли вам мой майкап или нет, обязательно ставьте мне свои лайки, потому что это меня еще больше мотивирует, как я вам уже говорила. И до новых встреч! Пока-пока! Пока!